вот оно русло сулы можно полюбоваться ребят посмотрите сколько рыбаков вам наверное еще не видно лодок очень много до рыбаков конечно хватает на суле кто на карасика видно доносники сидят он мужики хищника пытаются долбить но на сегодня тема дня карась все ребят вроде бы стали только что наверное но в течение часа ходили выбирали место куча рыбаков самые такие злачные места заняты выбрали 4 метра глубина я стал закодолился вроде мы нормально растянулся на два якоря рома что там немного дальше будет стоять на поплавок а мы сегодня с вами попробуем поймать карасика крупного карася на зимнюю удочку дальше нам по плану надо закормиться замешать прикормку и в принципе надо еще навязать зимнюю удочку просто оснастить ее и все опускать можно и рыбачить прикормки сегодня с собой набрал много всяко разное но начнем мы пожалуй с карася карась малина кормлю просто подлодку с борта вот моя зимняя удочка рукоять купленная кончик сделанный я сам сделал из кивер типа взял из фидера летний боковой кивочек так чтобы вы понимали по оснастке я лично думаю можно даже катушку сюда не ставить просто где-то здесь завязать леску глубина здесь фиксированная 4 метра плюс минус там 10 сантиметров я так померил и все вот так вот будем мы сегодня с вами выманивать карасика так леску надо намотать буду мотать 0 14 0 145 ташимана аспарь silk shock очень хорошо себя показала леска на карасика то что надо вот и все оснастка собрана крючок от декой серии life bait light 10 номер чуть выше оливка обычная подгрузка свинцовой по наживке это как всегда опарыш если речь идет о карасе куда же без опарыша но иногда как показывает практика работает просто обычный червь ну не обычная красный бегунец думаю для начала поставим бутерброд а там дальше будет видно в принципе удочку можно даже зафиксировать вот так вот веслом и все вот у нас живой маячок все хорошо отлично видно поклевку я думаю не прав такая что-то я слабенько оделся смотрю люди уже в зимних костюмах рыбачат а я просто флисовой кофте то свежо честно говоря ребят сейчас бахну чайка мой термос за же уши который у меня уже три сезона отпахал это будет четвертый сезон опал поглевка ребятки прикинь была поклевка но такое типа не карасева и знаете по типу может плотва вот это что-то уже поинтереснее ребят не снимал наверное ух ты кто это тарануха лёгко не снимал наверно минут двадцать потому что тягал одну мелочь но все таки была надежда что на закорм подойдет кто-то хороший для какая красавица так она слету у ее 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 ребятки зацените прикиньте вот это на сушку то вообще завезу бате на сушку просто идеальная рыба так где мой новый садочек наш старый повесил на дерево сушиться и усю и с концами так только надо будет его завязать нормально вот так вот первая рыбеха полетела красота первая рыбеха трудовая но с клевом как бы проблем нет я сижу и клюет постоянно но вытягиваю типа синец или что такое но вообще в пол ладошки а тут тебе папа еще кто-то вот силу ребятки одной рукой неудобно будет а все вот а тут тебе баба хорошая поклевочка такая и плотвы на причем плотвычка неплохая что-то интересное неужели да ребятки вот он карасик долгожданный карасик чтобы вы понимали мне пришлось сместиться и я здесь не кормился без закорма и понимаете сразу вообще не было поклевок а потом все-таки просклевалась только шоу стерку достал но я такой бель не снимаю вообще этот поклевка вторая карасик кормиться я пока мисс не собираюсь потому что ну за корм равносилен тому же просто опять сорвусь и перейду на другую точку там бель не давала ловить вообще это ерш но сегодня реально разнобой по рыбе колючий капец в общем принял я решение стать попробовать на поплавочку не знаю может карасик боится заходить именно под лодку правда у меня здесь карповая сна сейчас надо перевязаться ну тут собственно крючки только перевязать крючки здесь на карпа пролоджик сейчас меняю крючки ставлю одну удочку есть у меня вторая такая же брейнбола классик пятиметровки посмотрим может на поплавчанку дело будет лучше наживимся пожирнее чистым червячком но посижу если результата не будет соберу вторую удочку и поставлю чистый опарик надо понять на что сегодня карасик больше будет клевать погода немного устаканилась сейчас нормально на русле сулы практически штиль ветерок дует но собственно это малая речушка находится в низине поэтому сносно рыбачить можно даже при пяти метрах кто-то пытается да есть поклевка ребят пускай лучше возьмет ложат вот и блин я забыл у меня катушка не затянутая была у завел вот он карасик нашел я тебя сидит на глубине где-то 2 30 сместился я стал за латачок ребят я не кормился вот это вот поклевка произошла чтобы понимали минут где-то через десять после того как я забросил сработал чистый червь я уже был начал удочку распаковывать думаю на парика поставлю возможно сейчас и поставлю может на опарыша лучше будет брать для слету слету еще одна поклевка второй ребятки 2 вообще с проходу не знаю можем не вторую удочку и не ставить сейчас попробую еще на червячка закинуть размерчик кстати такое видите я бы сказал чуть больше ладохи а может быть даже и ладошка снасть очень грубая я же говорю это у меня на карпа тут леска у меня 03 стоит так наверное пока месть удочку вторую сторону под наживимся еще червячком может даже не придется вторую удочку распаковывать интересно полдня просидел но видите я хотел на зимнюю удочку половить но что-то он не заходит не заходит под лодку так так давай-давай-давай Ребята, чистого опарика тоже кушает, это хорошо, видите такой стандартик проклевывается, не больше, не меньше ладошечный карась, но дело в том, что здесь есть и крупный карась, Рома он под той стороной сидит, одного такого взял, но говорит, прям весенний. Ну типа того, небольшой козлик, хотя поклевка была такая оля как карась. КОНЕЦ О, наш клиент. И явно с хорошей поклевкой. Вот такая вот ребёха, ребят. Ребят, подошёл только что к Ромучу, вроде бы у него как немножко лучше, чем у меня проклёвывается. Прикол в чём, я встал на место, сразу с лёта три карася жажахнул, это буквально там в первые две минуты. Потом стоял, наверное, сколько там, часа три, не знаю, из-за этих три часа поймал только одного карася, или двух, я уже не помню. Ну вот, скажем так, не густо по улову, всего у меня их раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть или семь карасей, шесть по-моему. Ну а у тебя всего сколько, Рома? Ну, Рома что-то понаряднее, наверное, с десяточек им не... Ну да, один, смотри, прям такой вообще хороший. Ну, в торту второй, да, смотри, за который, да, влетел. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это тоже штучек семь где-то так. Короче, Рома, я предлагаю пожарить рыбку, не зря же я таганок брал, ты как на это смотришь? Я очень хорошо на это смотрю обеими глазами. Надо перекусить жареной рыбы. Сегодня ехал в машине и уже потихоньку прорабатывал план, как мы будем жарить рыбу. Ребят, хочу попробовать почистить карася пилкой. Но что-то мне кажется, оно должно быть нормально. Имею в виду, должен он нормально чиститься. Рома, прикинь, шикарно. Пилкой? Да, пилочкой вообще. Вчера баллончик подзаправил. Обильно так присаливаем. Почему обильно? Потому что мы его прямо сейчас и будем выжаривать. У него не будет просто времени хорошо пересолиться, пропитаться соли. Можно солить от души. И, конечно же, смесь перцев свежего помола. Куда же без неё? А мы его впихнём. Так, Ромыч, всё. Всё на мазе. Это на кухню отправляется. Карасики жарятся. Сейчас буквально минутки 4 на одной стороне, 4 на другой. Охапка дров и плов готов. А этим временем ловятся карасики. Пока другие карасики остывают. Зацените, какая золотистая корочка. Ребят, просто бомба. Действительно, по соли как раз угадал. Ну, я не знаю, может, обычному обывателю будет и пересолено, но мне как раз чётенько. И Рома, говорит, ему тоже зашло. Очень вкусно. Единственное, что забыл сегодня порезать спинку. Нарезать, чтобы кости мелкие передробить. Давай, давай, давай. Ай, хорошо, ребятки. Сместился. И всё-таки на коня взял вот такого красивого карасика. Два последних червя одел, прикинь. А, и закрепил ещё опарышем. Так, карасика пока кину так. Ребят, ну что, я уже продвигаюсь к машине. Там где-то сзади Рома меня догоняет. Собственно, вот уловчик. Я бы сказал, вообще что-то не очень. Ну, там с учётом двух карасей я ещё отдал на пожарку. Ромыч тоже. Ну, Рома там на пару карасей сегодня больше меня поймал. Но, опять же, всё-таки не особо. Ребят, хочу проакцентировать. Смотрите, на какие модные удочки я сегодня рыбачил. Это довольно-таки бюджетные удочки, которые может себе позволить каждый. В принципе, они относительно не тяжёлые. И ими комфортно довольно-таки ловить. Я бы сказал, мощные для своего класса удилища. Ссылки на снасти, на которые я рыбачу. Ссылки на самые крутые ПВ-холодки Аквамания. Вы всегда найдёте в описании под видео. Ну, а на сегодня всё, друзья. Всем пока.